Чего это стоит? Ник в ударе. Восхитительное зрелище. Но это не самая трудная часть. Если тебя магическим образом поставить сейчас на его доску, то тебе может показаться, что направлять доску вверх и вниз по гладкому, теплому склону волны не так уж и трудно. Но вот выйти на такую позицию на волне – это уже совсем другая история. Один серфер однажды изрек. Ты можешь научиться стоять на доске за пару дней, но научиться читать волну и оказываться в нужном месте в нужный момент и в нужном направлении – на это уходит вся жизнь. Это справедливо для виндсерфинга на волнах. И все, кто пробовал, говорят, что есть только один способ научиться этому мастерству. Хочешь быть хорош на волнах – выходи туда и получи по полной. Выходи и получи трепку обязательно. Окажись на скалах раз-другой. На волнах надо быть храбрым. Выходи, пробуй на что способен, будь готов к полосканию. Инстинкты, развитые после тысяч падений, дают легендам неповторимую способность оказываться в правильном месте, ловя лучшую часть лучшей волны или находить самый крутой трамплин для прыжка или совершать необходимое движение, уходя от опасности. Итак, следует ли тебе, как приговоренному идущему к виселице, войти в бушующий океан и получить наказание, зная, что ты выйдешь из нее лучшим, более знающим виндсерфером, хоть и со шрамами? А когда через 30 секунд ты будешь мгновенно сбит первой же большой волной и выброшен на скалы, то, говоря честно, чему ты научился в результате? Что скалы острые, а морские ежи колючие, доски очень хрупкие, и что тебе следовало бы заняться чем-либо менее насильственным, например, кикбоксингом? Так как тебе решить, какие условия более подходящие? Прежде чем выходить на воду в таком месте, спроси себя, хотел ли бы ты отправиться поплавать в таком месте, как это? Потому что если нет, то это не для тебя, так как рано или поздно это произойдет. Лучшие могут расширять границы возможного и участвовать в демонстрации добровольного нанесения себе увечий, так как они находят удовольствие, плавая в пене, и не прозябают в страхе, что что-то плохое может случиться. Что касается условий для тренировки, то ты ничему не научишься, если ты парализован страхом. Фактор страха, с которым иметь дело, лучший в мире, такой же, как у новичка, проходящего прибой. Только, образно говоря, высота волны будет больше. Все дело в повторении, наращивании опыта, иметь кого-нибудь, кто покажет тебе правильный спот, который будет достаточно труден, но не слишком. Потому что если ты вышел, а условия намного труднее, чем твои способности, то у тебя не будет никакой уверенности, а будет опасность повредить себя и оборудование. Так что делай постепенные шаги. Это спорт, в котором рост мастерства растянут на всю жизнь. Зачем разбивать оборудование в первый же день отпуска? И не будем забывать снаряжение. Да, это бывает весело поломать все в хлам, если у тебя есть спонсоры. Но на простых смертных, которым едва хватает на прокат, такое нежелательное разрушение наводит глубокую депрессию. Финансовое здоровье и желание продолжать зависят в основном от знания, что делать, чтобы спасти тело и снаряжение в кризисной ситуации. Выживание. Во-первых, ситуация, когда верхушка наверняка сломается, это когда она налетает на что-то твердое, как дно или скалы. Второе, это когда она выдергивается, а затем швыряется или бьется хлыстом гребнем волны, которая является самой тяжелой и мощной ее частью. Неудивительно, что это не выжило. Что в точности нужно сделать, зависит от размера волны и масштаба бедствия. Когда нет персонального гидроцикла, то вот предполагаемое решение. Держи парус в воздухе. Оставшись без ветра, вблизи скал, Ник знает, что если он уронит парус, то вынуть его опять из воды будет кошмаром. Так что он работает ногами, как утка в маниакале. Вытягивает руки как можно выше, чтобы держать парус выше обрушивающейся волны. Затем делает атлетический безветренный ватер-старт. И стоя прямо и идя под парусом, он, хоть и двигаясь полмили в час, может уйти из опасной зоны. Иногда, когда ты упал в зоне прибоя, непрерывные волны не дают тебе времени поднять парус. Тогда направь кончик мачты в сторону волны, навались на парус и погрузи его как можно глубже под волну. И держись. Ситуация, которая менее опытному может показаться концом каталки или даже жизни в обычном смысле слова, для Ника требует не больше, чем тряхнуть волосами, быстрым движением запястья освободить парус и стартануть из воды, прежде чем придет следующая волна. Заплыв, натыкание на скалы и изуродованное оборудование, этого всего Ник смог избежать, потому что он не сдавался, его тело действовало как трал и вытащило доску и парус из воды позади волны. Если ты брезглив, отвернись, так как то, что ты увидишь, может показаться добровольным прощанием с жизнью, когда он намеренно катапультируется прямо в опрокидывающее лицо волны. Но нет, он и его комплект появляются в голубом облачке дыма на другой стороне совершенно невредимыми. Техника выживания похожа на прием серферов с подныриванием. Тотчас перед волной он погружает доску и дает течению вытолкнуть его позади волны. Шансы спробовать это будет, когда у тебя нету хода и волна вот-вот обрушится. Твоя верхушка мачты втыкается прямо в гладкую стену волны. Это требует той же безумной решимости, как и петля вперед. И, как и петля вперед, завершается безболезненно. Хотя будут времена, когда волна будет такой величины, что удержаться за парус не будет никакой возможности, если только ты не хочешь удлинить себе руки. Ключ к тому, чтобы остаться в живых, это нырнуть в сторону от траектории кувыркающейся снаряги. Потом ты гребешь, как колесный пароход, чтобы догнать снаряжение, подозревая, что, как в кошмарном сне, следующая волна тебя перегонит и утащит его прямо у тебя из-под носа. Если, конечно, ты не один из местных, скопной выгоревших на солнце волос, когда снаряга как будто его дожидается. Наш, вроде как, не очень блондинистый местный, похоже, не имеет твердых правил, когда покидать корабль. Если ты у гребня волны, а волна как бы засасывает тебя вверх и обрушивается в двух футах перед тобой, то ты отскочишь от волны и не сможешь через нее пройти. Часто бывает, что если ты слишком близко к волне, и волна подпрыгивает и ударяет в тебя, снаряга может отскочить в тебя и нанести травму, что не очень тебе нужно. И в последние секунды, что ты держишься за парус, и ты понимаешь, что не пройдешь, тогда я закрываю парус, бросаю его силой вперед и ныряю в сторону. Иногда мне удается протащиться через волну, и снаряга оказывается там же. Но часто это так хорошо не заканчивается. Когда речь идет о сохранении себя и снаряжения в зоне прибоя, то самый полезный прием – это молниеносный старт из воды. У профессионалов самое долгое время на выход из воды – это пять секунд. В этой ситуации секундный дольше, и ты притоплен. Так в чем секрет? Прежде всего, когда ветер и вода настолько взбаламучены, на это может уйти много сил. Иногда лучше просто держаться и идти с течением, подождать просвета между сериями волн или дать течению вынести тебя в более спокойное место. Волны загораживают ветер, а бурлящая вода окатывает тебя и хватает за парус. Чтобы дать себе шанс поднять парус, сдвинься к верхушке мачты, чтобы был лучше рычаг, и выброси ее вверх на ветер изо всех сил, и как только парус освободился, закрой его, включая тягу, и держи его как можно выше над чопом. Затем просто не сдавайся, ты просто обязан держать парус на лету. Постоянно им работая, держи парус кончиками пальцев, закинь одну или обе ноги на доску, держа ее на курсе, и взорвись вверх, как только почувствуешь легчайший порыв. И да, это так же утомительно, как и выглядит. Ну а в конце концов, кому есть дело до снаряги, если тебе удалось выйти на поверхность, едва не растеряв зубов? Андерс, легендарный специалист по уборкам, изрекает слова мудрости о поведении в режиме полоскания. Когда ты катаешься на волнах в таком месте, как Хукипа, тебе может показаться, что ты уходишь под воду навечно. На самом деле, самое долгое – это 10 секунд. Большинство попадает в опасность, потому что начинают паниковать, и для них непривычны падения и кувыркания. Первое правило – сожмись, закрой голову руками. У меня полно шрамов на руках от ударов Арифы, но лучше уж руки, чем голова. Знаешь, что тебя не продержат под водой дольше, чем 10, ну, 15 секунд. Для этого нужна действительно громадная волна, чтобы продержать тебя дольше, чем 10 секунд. 10 секунд ты можешь продержаться. Если ты сидишь под водой и думаешь, я утону, раз, два, три, десять, блин, я тону, тогда ты психанешь, так нельзя делать. Когда тебя съела волной, ты думаешь, заплатил ли я налоги, то из почты я не отправил. Жена досталась с чисткой гаража. Тут ты выскакиваешь, и все было не так уж плохо, не так ли? Думай о чем-нибудь другом. Пока тебя там кувыркает, тебе ничего другого не остается. Захочешь вплыть – не получится, волна тебе не даст. Закройся и жди, выскочишь очень скоро. Что типично для профи в кризисные моменты – это спокойная быстрота. Холодная голова, по их мнению, экономит силы и устраняет ошибки быстрее. Ну вот, иногда ты встретишь целый класс хороших ребят на скалах, а когда ты там освоишься и получишь представление о том, что надо делать, и узнав, что и тело, и снаряга могут выдержать невероятное количество насилия, вот тогда уборки начнут оказывать положительные действия, хотя часто так не кажется. Потому что ты медленно увеличиваешь опыт, и твое тело с каждым падением подсознательно учится правильно располагать себя в каждой повторяющейся ситуации. Но плавание, хоть это и хорошее упражнение, не является нашей целью. И причина, по которой начальный класс часто оказывается не с той стороны цунами, в то время как море, кажется, расступается перед VIP, в том, что хорошие ребята понимают, а следовательно могут читать ветер и волны. Знания То, что тебя ждет на волнах, так же переменчиво, как погода, в буквальном смысле. Английский день. Сколько раз с тобой такое случалось? Под хороший прогноз ты совершаешь вещь, пусть сюда, чтобы обнаружить это. Дождь и чисто прижимной ветер, размазанные волны. Но Хукипа таких ассоциатов не вызывает. Не так ли? Вот мы и приехали. Ха! Это совсем не та картина, которую нам выдают журналы. Как только ветер меняется с бокового на прижимной, в течение 24 часов место меняется до неузнаваемости. Да, ветер и волны могут сочетаться множеством разных вариантов, создавая постоянно меняющуюся, не всегда в положительную сторону, площадку для игры. Что большинство должно знать для начала, это в каком направлении они должны подходить к волнам, как выходя в море, так и идя на берег. Все зависит от направления ветра. Начиная, ты, естественно, следуешь поперек ветра. Если ты идешь в правильном направлении, то ты действуешь правильно. Дайте мне это вам нарисовать. Волны приходят оттуда. Здесь пляж. Если ветер боковой прижимной, кросс-оншор, вот так, то, естественно, ход галф-виндом ведет тебя по диагонали к волнам и по диагонали обратно. А на склоне волны ты идешь на ветер и спиной к волне. Прижимной ветер оншор. Когда ветер дует на берег, то основной упор делается на прыжки. Ничем не блокируемый в море, ветер дует стабильно вплоть до переговой линии. Так что ты сможешь глиссировать прямо от берега и взлетать на обращенный к берегу трамплин на скорости. Естественный курс идет по диагонали к волнам, поэтому тебе надо распускать парус по ветру, чтобы выйти прямо на волну. Направляясь к берегу, ты стоишь спиной к волне, что более естественно и менее страшно. И ты можешь подчинять тягу и скорость, приводясь на ветер. Ты можешь и уваливаться, но это просто намного труднее. Ты можешь пойти настолько глубоко по ветру, что большинство пути пройдешь шкотовым углом вперед. Это материал для продвинутых, но стоит того. Боковой ветер с сайдшор. Также та же ситуация. Берег здесь, волны отсюда, только теперь ветер сбоку. Так что твой естественный курс поперек ветра прямо от берега через волны и обратно к берегу. Но теперь, находясь на переднем склоне волны, ты можешь выбрать или идти на ветер, или по ветру, в зависимости от того, в какую сторону волна ломается. Действительно, боковой ветер, если ты сможешь такой найти, это мечта. Разгонись поперек ветра, взлети прямиком на волну, выполняя высочайшие прыжки, но в реальном мире, если только это не остров или не мыс, то ветер часто блокируется выдающимися в море обрывами. Поэтому для прыжков силы ветра и скорости иногда не хватает при заходе на обращенные к берегу трамплины волн. Но на пути к берегу ты можешь прокладывать путь с комфортом как на ветер спиной к волне, так и по ветру. На 180 градусов в другую сторону не перекидывай парус и не меняя галса. Боковой отжимной сайд офшор. И, наконец, при боковом ветре от берега опять ты ходишь по диагонали в море и опять по диагонали обратно. Но теперь, находясь на волне, обращенной к берегу, ты идешь по ветру лицом к волне. Вот почему истинные вейврайдеры предпочитают боковой отжимной ветер. Да, плюмажи брызг срываются назад с гребней волн ветром с берега, и тогда заядлые райдеры исходят слюной. Для чопа не хватает места образоваться, а ветер разглаживает прекрасные лица волн для катания. Теперь плохие новости. Ветер всегда не постоянен волнен берега. Только пробраться через прибой представляет собой испытание. Тебе приходится справляться не только с порывами и провалами, но и сильно уваливаться, чтобы пройти волну. Прыжки приходится отложить, так как оторваться от воды с ветром в спину, когда и скорость, и тягу наиболее трудно контролировать, это напрашиваться на втыкание носом в воду. Но зато на пути к берегу ты находишь себя естественно лицом к волне, проезжая по переднему склону вдоль волны. С ветром, дующим сбоку, когда ты подлетаешь на гребни, парус имеет наибольшую тягу, поэтому самая большая аэробатика выполняется при боковом отжимном ветре. Сколько? Большинство считает, что для катания на волнах должно быть очень ветрено. Как вы увидите в следующем разделе, это не так. Подожди, не в ту сторону. Ну да, в эту. Вот так. Мастера прыжков действительно любят много ветра. Даже с самой маленькой кривой волны на такой скорости и с таким количеством ветра под доской ты взлетишь высоко и повернешься еще и еще. Но для катания на волне меньше, иногда лучше. Посмотрите на парус Джоша Стоуна, когда он съезжает с этой горы воды. Его парус под такой тягой, что кажется, что он идет под шквалом ветра. Но истинный ветер на самом деле меньше 10 узлов. И едва достаточно для старта из воды. Что же происходит? В таких условиях набегающий поток образуется скоростью движения волны и скоростью съезжающего с нее райдера. Что в сочетании со слегка отжимным ветром означает, что у него на парусе имеется около 40 узлов вымпельного ветра. Ветер едва достигает третьей отметки, а он в сильном передозе на 5 квадратах. Если бы истинный ветер был чуть больше, то он не смог бы удержать парус. В реальной жизни ирония в том, что сильнейшие ветра, которые гонят такие нужные нам огромные волны, также и портят нам условия. Посмотрим на эти триднянных укипи. В этот день дует солидные 30 узлов бокового ветра. И хотя мы не жалуемся, он создает довольно сильный поперечный чоп. Склоны волн покрыты кочками, что не оставляет места для ошибок. Когда такой же ветер поворачивает и дует на берег, то ситуация становится еще хуже. Ветер прижимает гребни и преждевременно ломает волны. Большие участки пены бурлят повсюду, крупный чоп плещется между волн и неудивительно, что это никому не нравится. Теперь сравните с этим. Всего 10 узлов бокового отжимного ветра, которые едва возмущают воду и образуют красиво очерченные линии волн. Ну ладно, выйти туда требует определенной работы, но быть способным маневрировать на гладких склонах без рывков ветра, отрывающих руки, это чистое удовольствие. Но, конечно, то, что определяет, можешь ли ты наслаждаться волнами при легком ветре или тебе придется полагаться на силу ветра для скорости и динамизма, это размеры, форма и скорость движения самих волн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok